Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. А 90 с чем-то процентов людей, которые лайкают тебя, они руку тебе не протянут. Братья и сёстры, сегодня мы с вами снова рассмотрим очередную тему, которую Аллах затронул в Коране. Коран – это такая книга, из которой пользу черпать можно бесконечно. Так много всего в Коране, что у читающего его не остаётся никаких сомнений, что он именно от Бога. В Коране отражена сущность Бога, причист он Всевышний. Коран прекрасен, как и Аллах. Коран – это речь Аллаха. Коран не сотворён. Это извечная речь Аллаха. Сегодня мы с вами поговорим о опознании всемогущего великого Аллаха. Во всём Коране вы не найдёте аята, в котором бы Аллах говорил «такова моя сущность». Вы можете познать мою сущность. Мы не можем познать сущность Всевышнего Аллаха, пока в вечную жизнь не попадём. И там Аллах даст нам возможность увидеть его, услышать его, поговорить с ним. Всё это в вечной жизни. А в этом мире Всевышний Аллах дал нам множество возможностей понять, что он существует. Например, Аллах говорит «посмотрите на небо над собой, которое я создал». Казалось бы, что такого? Но небо, мы его каждый день видим. Что особенного-то в нём такого? Но нет. Вот подумайте о небе. Например, Аллах говорит «видишь ли ты какую-нибудь трещину?» Это Аллах говорит в суре «власть». Аллах говорит «взгляни ещё раз и ещё раз». Трижды Всевышний Аллах говорит «взгляни». Это в начале 67-й суры Мульк. Аллах говорит «в творении милостивого ты не увидишь никакой несообразности». Вот, например, посмотреть на человека. В нём есть такие свойства, как ярость, гнев. Эти вещи Аллах в человека заложил как механизм выживания. И то же самое и в животных Аллах заложил. В разные другие творения. То есть, это система. Или посмотреть на растения. Они, конечно, отличаются друг от друга. Цветы отличаются. Другие растения друг от друга отличаются. Фрукты отличаются. Но Всевышний Аллах установил в них плюс-минус одинаковые механизмы. Фотосинтез. Как они растут. Как они развиваются. Из чего-то маленькое во что-то большое. Причист великий Аллах. Наш Создатель всем этим показывает нам своё величие. Вот смотрите. Взять семечко. Сначала из него вырастает маленький росточек. Это уже потом из него. Другие ростки вырастают. Дальше ветви и так далее. Но сам вот этот первый росток, он как бы символизирует то, как мы вверх поднимаем палец и говорим, свидетельствую, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Он един. И я никого не предаю ему в сотоварищи. Он един. И вот так, словно каждый росток выходит с шахадой. Каждый росток словно свидетельствует, что Аллах един. Он един. И если рассмотреть механизмы развития каждого растения, в этом опять же видна система. Это видно и невооружённым взглядом, а уж те, кто изучает предметно биологию, они видят, что нет в этом всём никакой несообразности. Даже вот взять динозавров. Сравним их с современными животными. У них тоже лапы, тоже голова, тоже зубы, тоже челюсть. То есть, опять же, один и тот же механизм, который Всевышний установил своим творением. И те, и другие создал единый Аллах. То есть, Всевышний оставил свой след в своих творениях. Один и тот же схожий молекулярный код Всевышний Аллах заложил в свои творения. Со схожими механизмами. И всё это указывает на одного Создателя. Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Пойдёмся к нашему примеру с небом. Всевышний Аллах говорит. Он создал семь небес, одно над другим. В творении милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни ещё раз. Видишь ли ты какую-то трещину? Потом взгляни ещё раз. И ещё раз Аллах говорит. Твой взгляд вернётся к тебе. Униженным. Утомлённым. Почему? Потому что ты не найдёшь ошибки в творении Аллаха. Вот смотрите, это крыша. Сколько простоит без ремонта? Смотря на сколько качественно сделано. Может простоять 10-20 лет. Может 100 лет. Может быть здание, которое простоит 300-400 лет. До того, как ремонт ему капитальный понадобится. А небо Всевышний Аллах создал. Мы даже и не знаем, какое время назад. И мы не видим, чтобы, например, небо как-то поистоскалось. Аллах говорит. Взгляни. Ещё раз и ещё раз. Видишь какую-нибудь трещину? Потолок трескается. Здания трескаются. А в творениях Аллаха нет трещины или несоразмерности. Или вот ночью, когда звёзды выходят, причист великий Всевышний Аллах. Дальше в суре «Власть» Аллах говорит. Поистине мы украсили ближайшее небо, светильниками. На самом первом нижнем небе, светильников сколько разных Всевышний Аллах создал. Когда ты смотришь на звёздное небо, это такая красота, которую ты больше нигде не увидишь. Или вот взять воду, например. Для нас это, ну, вода и вода. Но Аллах создал её такой, что в ней как наша жизнь, так и наша смерть. Мы же не можем жить без воды. Но под водой также можно утонуть. То есть двояко. То же самое земля, она нужна для жизни. Но если человека в ней зарыть, он умрёт. То есть вот таким образом Всевышний Аллах создал этот мир. Без каких-то вещей мы не выживем, но и избытка их тоже быть не должно. И Аллах установил баланс. Вот дождь, он может и повреждения какие-то нанести. Но также в этом дожде наша жизнь. Всевышний Аллах как бы говорит нам, если хотите познать меня, размышляйте над всем этим. У Аллаха есть два имени. Мухьи и Мумид. Оживляющий и умертвляющий. Или вот взять деревья, листья на них, которые опадают с них каждый год. Этим Всевышний Аллах показывает нам, что он как оживляет, так и умертвляет. Аллах создал этот цикл. И размышляя над ним, мы познаем Аллаха. Не ограничивайтесь поверхностным мышлением, мол, ну осень, ну листья падают. Весна придет, вырастут новые. Ну а уж летом, по полной расцветет все. Зимой снова голые ветки. Не воспринимай это как должное. Даже вот просто посмотреть на воду. В руку набери, если хочешь познать Аллаха. Просто набери в руку воды и задумайся над тем, какая она. Что она жидкая. Для нас это обыденность. Воспринимаем как должное. Она жидкая, прозрачная, безвкусная, текучая. Выливаешь ее, она льется. Если ее разлить, она растекается, заполняя собой все. Можно ее набирать, перемещать ее, пропускать через что-то. В ней можно плавать. Предмет какой-то плавучий на поверхности воды будет держаться. А что-то тонет. Вся эта упорядоченность указывает на существование Аллаха. Или вот, рассмотрим руку. Ее функции. Сравним со швейцарским ножом. В швейцарском ноже много функций. 12 или 16 разные инструменты в одном ноже. Там тебе и нож, и штопор, и ногтегрызка. А руки наши Всевышний Аллах сотворил многофункциональными настолько. Смотрите. Аллах говорит в Коране. Это сура Адзарьят. 51 сура. Аят 21. В вас самих есть знамения. То есть, вот рука. Подумайте, сколько всего можно делать с помощью руки. Давайте вместе с вами будем перечислять. Хватать. Есть. Еще. Пить. Мыть. Писать. Еще. Носить. Указывать. Работать. Бить. Да, ей можно бить. Еще. Помогать. Расчесываться. Почесаться можно. Собирать что-то. Можно скатывать что-то. придавать форму. Еще. Одеваться можно. Защищаться. Еще. Давайте-давайте. Это уже было. Инструментами пользоваться. Рукой можно столько задач выполнять, требующих тонкой моторики. или разговаривать. Или разговаривать с помощью языка жестов. Например, ты языка не знаешь. Причистала. То есть, можно минимум сотню, если не больше, вариантов перечислить. Бог знает сколько их. И все это можно делать руками. И у каждого действия столько подкатегорий. Можно сумку нести, можно носить ребенка, большие предметы можно носить. Руками можно чертить, создавать что-то, придавать форму. Дизайн делится на множество подкатегорий. Нет Бога, кроме Аллаха. Так много всего. Вот Аллах и говорит в вас самих. Через нас самих мы познаем его. И что поразительно, когда человек, обладая всем этим, не познает Аллаха. Человек сам по себе чудо, а Аллах не познает. Аллах дал нам два в одном, микроволновку и холодильник. То есть, холодное что-то в рот положишь, и оно согревается. А если горячее что-то в рот положить, охлаждается. Зубы наши Аллах создал такими, что они в замене не нуждаются, при условии, что следишь за ними. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ни одного зуба не потерял, кроме как на войне, потому что регулярно чистил их. Если задумаетесь о том, как все это у вас устроено, то познайте Аллаха. Если поразмыслите над тем, как он все это создал, это его след. Один из наших учителей рассказывал, что был один 84-летний паломник, ни разу к зубному не ходил за всю жизнь и не потерял ни одного зуба, и никогда зубы у него не болели. Как у него так получилось? Каждый раз после еды, он сразу же чистил зубы мисваком, после каждого приема пищи. У него было несколько мисваков. Один большой, для поверхностной чистки, другой поменьше, и еще один самый маленький, которым он чистил между зубами. все частички еды он вычищал, и так всю жизнь поел, сразу же мисвак, прополоскал рот, и ни разу зубы не болели, к зубному ни разу не ходил. И это за 80 лет. Вот такими Аллах создал нас, если правильно эксплуатировать. Или вот если посмотрите на человеческий глаз. Нет Бога, кроме Аллаха. Разве человек может создать подобную камеру? Вот так посмотришь, он казалось бы простой, но только когда мы сами что-то подобное пытаемся сделать, только тогда понимаем, насколько сложно. Я тут общался с одним кандидатом наук в сфере искусственного интеллекта. Говорю ему, а можно создать приложение для телефона, чтобы оно распознавало вообще все ошибки в твоем чтении Корана? Не то, что ты прикасаешься к экрану телефона и звук слышишь, как правильно нужно прочитать. Вот слово «заликэ». Можно такое приложение сделать, что вот ты говоришь «заликэ», а приложение распознает ошибку и поправляет. Пока ты не скажешь правильно «заликэ», и когда ты правильно скажешь, оно галочку ставит. Мол, правильно. Я говорю, можно же так сделать? Он говорит, ты не представляешь, как это трудно научить компьютер распознавать ошибки и исправлять их. И стоить это будет бешеных денег. Одно только это. А когда мы с вами говорим и распознаем речь, знаете, сколько нейронов задействуются, и как быстро клетки мозга обмениваются данными? Вот причисто, Аллах, я знаете недавно над чем задумался? Мне понадобилось контакт один найти в телефоне, который я не открывал лет десять. Но я помню, что имя и телефон этого человека у меня сохранен. То есть, представляете, через десять лет мой мозг буквально за мгновение обратился к той ячейке памяти, где содержится информация, что номер такого-то человека у меня в телефонной книге. Я такой думаю, вот это да, причисто, Аллах. Или вот допустим, как наш слух определяет источники звука. Допустим, я слышу шум холодильника и понимаю, что это нормально. Или, например, шум перфоратор слышу и сразу понимаю, что это сосед ремонт делает. Сколько операций у нас на автомате происходит? Ты сидишь, ешь, и все эти движения, как взять еду, как ее есть, пережевывать, как глотать, все эти операции автоматически обрабатываются. И сколько таких операций? Сотни вещей мы делаем на автопилоте. Вот я сижу, при этом сохраняя равновесие. Я знаю, что почувствую. Если дотронусь до этой ткани, я знаю, какая на ощупь ее текстура. Знаю ее плотность, ее толщину. Я знаю вес ее. Просто смотрю на вещь, и информация сразу подгружается. Причист великий Аллах. Вы представляете, сколько всего мы помним? Столько одновременно обрабатываем, автоматически причем, память такая. Десятилетия помнят. Вот такой суперкомпьютер Аллах создал в нас. А человек не познает Аллаха. Не верит в Аллаха. Человек сделал телефон, смартфон. И так увлечен этим смартфоном, памятью этого смартфона, его камеры, какая она классная. Но человек забывает о своем мозге, о своих глазах, о своей камере, которую Аллах создал. Забывает. Знаете, почему так происходит? Когда сильно привыкаешь к чему-то, думаешь, ну, вот такое оно есть, и все. Нас не поражает это. Мы не поражаемся миру вокруг. По каждому природному явлению существует своя наука. Есть люди, которые одну такую науку изучают всю жизнь, но так и не могут полностью изучить. Вот, например, ветер. Есть ученые, которые всю жизнь его изучают. Есть ученые, которые изучают движение ветра. Есть ученые, которые изучают волны в море или в океане, и как эти волны связаны с луной. Так сложно мир устроен. Мы до сих пор изучаем его. До сих пор открытие делаем. Есть ученые, которые изучают камни всю жизнь. Ты можешь всю жизнь его слушать, но так и не узнаешь всего. Всевышний Аллах создал все это, и вы через все это не познаете Аллаха, своего Создателя. Всевышний Аллах через Коран показывает нам, каков Он. Мы только должны, видя мир вокруг себя, останавливаться и задумываться. В суре власть про небо Аллах говорит, снова и снова посмотри на него. Так Аллах познается. Вот смотрите, земля у нас под ногами. Она не колеблется, и Аллах в Священном Коране не раз говорит об этом. Эта земля ровная, Аллах говорит об этом. Разве мы не сделали землю равниной? Еще земля жесткая, но в то же время мягкая. Можно построить на ней какое-то жилище на хорошем фундаменте, и в то же время землю можно копать, сажать что-то в нее. То есть, видите, как один и тот же материал Аллах создал с разными свойствами. В суре мульк, власть, Аллах говорит, Он тот, кто сделал для вас землю покорной. Люди по ней ходят. Аллах говорит, это Я ее сделал для вас такой. Нужно видеть Аллаха во всем, что нас окружает. В том смысле, что Он все это создал. Вот посмотрите, в этом зале, колонны, да, здесь, в качестве опор. А Аллах в Коране, в начале суры Гром, Арраде, говорит, Аллах вознес небеса без опор. Аллаху опоры не нужны. Мало того, еще и небо вот это имеет оболочку определенную, которая защищает нас от солнца, камней. Камни сгорают в атмосфере, и небо это не падает на нас, и не позволяет чему-то извне упасть на нас. Сжигает это. Во всем виден Аллах. Вот ветер дует, и ты видишь Аллаха. Казалось бы, просто дует ветер, но ветер ты глазами не видишь, но знаешь, что он есть. И Аллах есть, хоть и не видим его. Вот так и познается Аллах наблюдением за окружающим тебя миром. Если размышлять над творениями Аллаха, над людьми, животными, природой, видно отражение качеств Аллаха. Вот, например, человек. Его тело двигается, он может думать, может создавать. Все это отражение качеств Аллаха. Аллах же тоже создает, и людям дал такую возможность. Аллах милосердный, и человеку дал возможность проявлять милосердие. Аллах Аль-Хаким, то есть мудрый, и человеку дал возможность обрести мудрость. Не такую, конечно, как у Аллаха. То есть мы постигаем качество Всевышнего Аллаха, размышляя над своими способностями. можно можно просто знать об Аллахе и его качествах, а можно познать его. Это не одно и то же. Знать об Аллахе это просто хранить информацию о разных его качествах. Это просто знание. А именно познать Всевышнего Аллаха это другое. Знание на арабском это альм. А вот познание это маарифа. Когда Всевышний Аллах говорит нам в Коране, что иудеи во времена пророка саллаху алейхи ва салям знали пророка по священному писанию Торе, которое Аллах еще до Корана не спасал. Так вот Аллах говорит, что они именно узнали пророка так же, как они знали своих детей. Это Аллах говорит в Коране в суре корова Бакара. Это в начале второго джуза. Вторая сура аят 146. Вот если вам показать сотню детей, вы как мать или отец узнаете своего. Если тысячи детей, тысячи и тысячи были бы в этом городе, полный город детей, может быть такое, что вы увидите своего ребенка и не узнаете его. Вот это и есть познание того, каков Аллах. Вот эту важную мысль я хочу донести до вас в этой лекции. Мы должны подняться на новый уровень, не только знать об Аллахе, но и познать Аллаха, верующим в окружающей реальности. Абсолютно все напоминает о существовании Аллаха. Всевышний Аллах говорит в Коране «В различии ваших языков и цветов знамений». Столько разнообразных языков существует в мире. Это Аллах создал их. И это показывает красоту творения Аллаха. Каким разнообразным Аллах все сотворил. В Суре Римляне Всевышний Аллах говорит «Из его знамений в создании небес и земли различия ваших языков и цветов». 30 сура 22 аят. Также знамение в том, что Аллах создал столько лиц, и каждое лицо уникально, каждый голос уникален. Через эти вещи мы познаем Аллаха. Отпечатки пальцев тоже уникальны, и через это мы познаем Аллаха. То есть когда верующий общается с человеком, то глядя на него, он видит мощь Аллаха. Глядя на человека, ты видишь, как он устроен, как работают разные функции его тела. Все это отражение мощи Аллаха. Аллах ему это дал. Верующий, наблюдая за реальностью, видит своего Господа, то есть осознает, что все это сотворено Аллахом. Глядя на то, как распускается это дерево, он понимает, что это Аллах сотворил такую систему. Аллах нам дал солнечный свет и дал нам тень. Всевышний Аллах говорит об этом в Коране. Разве ты не видишь, как Господь твой простирает тень? Если он захотел, то сделал бы ее неподвижной. То есть и через тень тоже познаем Аллаха. Пречист Великий Аллах. Вот смотрите, в том, как мы спим, тоже знамение Аллаха. Аллах говорит в Коране о юношах, которые проспали в пещере 300 лет. О них Аллах говорит. В начале суры Аль-Кахф, суры пещеры, Аллах говорит, мы переворачивали их то на правый бок, то на левый. Пречист Аллах, какое же это знамение. Вот ты спишь, сознание отключено. Если бы ты все это время не двигался, не представляешь, что было бы. У тебя бы все затекло, циркуляция крови сильно нарушилась бы. Несколько часов в одном положении. А чтобы так не было, Аллах нас во сне переворачивает с бока на бок. Поэтому, когда мы просыпаемся, нам так комфортно. Кстати, Аллах в Коране говорит, что когда мы спим, Аллах нашу душу забирает. Это в суре Зумар, 39-й сур, аят 42. Аллах забирает души в момент смерти, а ту, которая пока не умирает, он забирает только на время сна. Если Аллах предопределил смерть во сне, то он ее назад в тело не возвращает, а другую отпускает до определенного срока. Аллах говорит поистине в этом знамение для людей размышляющих. Размышляя над своим сном, мы познаем Аллаха. И вот еще, смотрите, мужчина с женой спит годами в одной постели. Вот мужчины, скажите, было такое, что вы проснулись с синяком от того, что жена во сне вам нечаянно заехала? Причист великий Аллах, пока муж с женой друг с другом спят, не ударяй друг друга. Вдумайтесь, хотя Аллах переворачивает и тебя, и ее, во сне соприкасаетесь друг с другом. Но даже если кому-то лежать неудобно, то в итоге тело твое как-то изворачивается, и вам обоим все равно лежится и спится комфортно. В этом тоже знамение Аллаха. Мы должны познавать Аллаха, наблюдая за реальностью. Поймите, надо не просто верить, что Аллах существует, а познавать его. Вот основная мысль, которую я вам донести хочу. Верующий живет так, с чем бы в жизни он не сталкивался, он видит в этом след Всевышнего Аллаха. И через это мы помним об Аллахе, помним, что Он есть, что Он наблюдает за нами. Аллах все о тебе знает. Или вот еще, смотрите, такой пример. Сколько лампочек у нас, чтобы осветить комнату? Посмотрите, в этом зале сколько лампочек. А Аллах создал одну большую лампу и всю землю освещает. Так ведь? Одно солнце. Или вот ветер взять, который дует по всему миру. Вот без ветра, да, причис величайший Аллах, плохо было бы. Вот хвала Аллаху, что у нас здесь, в Англии, ветров много, а вот вентиляторы. Смотрите, сколько их. А Всевышний Аллах просто посылает ветер, и он дует по всем морям, по всем землям, по всем крышам, домам, прямо в спальню залетает. Аллах посылает ветер, и нам его хватает. И через это мы тоже Аллах опознаем. Вот думайте об этом. Когда подует ветер, в Суре, события, Аллах говорит о четырех вещах. Видели ли вы семя, которое извергаете? Аллах говорит, вы его создаете, или мы создаем? Дальше Аллах говорит, видели ли вы то, что сеете? Вы ли заставляете это произрасти? Или мы заставляем? Все вот это земледелие, урожай, все эти звенья производства. Вы ли заставляете это произрасти? Или мы заставляем? Если Аллах это у нас заберет, урожая не будет. С детьми то же самое. Если Аллах не захочет их дать нам? Мы будем бесплодны. Это Аллах нам дает. Дальше. Вы видели воду, которую пьете? Аллах говорит, это вы не спосылаете ее из дождевых туч. Мы же тучу не выжимаем, предварительно на небо поднявшись. Аллах говорит, или мы не спосылаем. Видели ли вы огонь, который вы высекаете? Вот подумайте об огне. Он может дать все это во власти Аллаха. Одна и та же стихия может дать вам жизнь, дать вам тепло, дать жар, а при неправильном использовании может убить. Аллах говорит об этих четырех вещах. В вашей это власти находится, или в моей власти. Если Аллах захочет все это забрать, нам никто это не вернет. Допустим, голод начался, потому что крысы урожай поели. Или саранча. Кто это остановит? Если Аллах решит такое наслать на людей. Нет урожая, животные не едят. В итоге не едим мы, и мы умираем. Все просто. И в этом тоже Аллах всем обучен и велик. Сделал знамение. Он показывает, мол, я здесь. Невозможно размышлять и не познать Аллаха. Или вот душа наша. Нет Бога кроме Аллаха. Наше сознание, творческое мышление, наше воображение, в нашем сердце и любовь, и ненависть, эмоции. Во всем этом знамении. Размышляя надо всем этим, мы познаем Всевышнего Аллаха. Иной раз Всевышний Аллах ставит нас в такие ситуации, где мы вынуждены взывать к нему с мольбой, просить его о помощи. Верующий человек или неверующий, атеист, мусульманин или христианин, агностик, кем бы человек ни был, в жизни любого человека наступают моменты, когда ты вынужден будешь пасть на колени и просить Аллаха о помощи. Вот давайте проведем тест, я много раз это делал. Вот было у вас хоть раз в жизни, что вы попали в безвыходное положение, оставалось только молиться Аллаху, вы его просили о помощи, и при этом верили, что Аллах поможет вам. Поднимите руки, у кого было такое хоть раз. Смотрите, смотрите, процентов 80 из вас подняли руку. Вот давайте еще раз повыше поднимите, теперь я уже вижу процентов 90 рук. А у кого такого еще не было, оно наступит, если Аллах пожелает. Так Аллах показывает, что Он есть. Я такое встречал, и среди немусульман. Когда человек чувствует, что никто кроме Аллаха не поможет, автоматически сердце к Аллаху обращается. Даже у атеистов. В 99 году случай был, самолет разбился, молния в него ударила. В Испании мой инструктор по вождению был в самолете, он вернулся из Испании в северный Лондон, учил меня машину водить, немусульманин, и говорит, Хасан, Хасан, я был там, Хасан, там оооо, страшно было. Когда самолет в небо поднялся, и тут молнии засверкали, везде молнии эти. Это был самый страшный момент в моей жизни. Как было? Самолет поднялся, начал набирать высоту, и инструктор мой в другом самолете был, когда в другой самолет молния ударила. Говорит, даже не знаю, что это было, Хасан, я начал взывать к Богу. Хотя я даже не верю в Бога. Минуты две я говорил, о, Бог, Боже, спаси меня, спаси меня, Бог. Да и весь самолет, наверное, так же. То есть даже те, кто не верят в Бога, начинают взывать к Нему. И он говорит мне, Хасан, я себя лицемером чувствую. Я же не верю в Бога, я же в Бога не верю. Почему я к Богу обращаюсь? Я говорю, ты не лицемер. Я говорю, просто у тебя в жизни случился такой момент, когда Бог тебе показал, что Он существует. Почему ты обратился к Нему? Почему? Всю жизнь ты не верил в Бога, а в этой ситуации вдруг взмолился Ему. Или вот еще случай. В Америке была стрельба в школе, расстреливали людей просто, и несколько учеников в туалете спрятались, сидели там как мышки, дышали и думали, что каждый вздох может стать последним. Когда у них интервью брали позже, они говорили, я себя лицемером чувствую, потому что взывал к Богу. До этого в Бога не верили, а тут взмолились Ему. Аллах говорит в Коране, что когда многобожников на судне начали накрывать волны, ливень, ветер, шторм такой, что в любую секунду корабль перевернуться может, они тогда взывали только к Аллаху. Многобожники, которые молились разным божествам, когда пророк Мухаммад салаллаху алейху ассалям завоевал Мекку, Икрама сына буджахля, не захотел в Мекке оставаться, и просто сел на торговый корабль. Поплыли, и на море разыгрался шторм. И вот Икрама сына буджахля, стал взывать к Идолу. О, Хубуль, О, Аллах, О, Али Узза, спасите нас. Торговцы на него накинулись. Торговцы из той же самой Мекки. Идолы-поклонники, многобожники, которые верили в разных божеств. И вот они Икрами говорят, замолчи. Он, дескать, вы че? Попросим у богов. Не, 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 говорят. Они ему говорят, когда в шторм попадаешь, тебе только один бог поможет. Будешь взывать к божествам, потонем. Сейчас только один бог поможет. Аллах. И тут-то Икрама понял. Боже, что я делал? Всю жизнь сражался с Мухаммадом. А Мухаммад говорил, что есть только один истинный бог. И это Аллах. А я с ним боролся, и вот сейчас я на корабле. И понимаю, что Мухаммад истину говорил. И он начал говорить, «О Аллах, спаси меня от этого шторма. Вот выживу, сразу пойду в Мекку, приду к Мухаммаду и скажу, что верю только в Аллах и признаю, что Мухаммад его посланник». Смотрите, если все эти знамения, о которых я сказал, через которые можно Аллаха познать, человека не впечатляют, то у человека все равно наступит момент в жизни, что Аллах его вынудит взывать к нему и только к нему одному. Только Аллах спасает, кроме него никто не может. Вот у меня ни раз и ни два такое в жизни было. Вот думаешь такой, только Аллах поможет. Вера в такие моменты подскакивает. Ты знаешь, что Аллах спасет тебя от этого, знаешь на сто процентов. В такие моменты Аллах показывает, что Он существует, а в судный день Всевышний Аллах обо всем этом напомнит. Когда в судный день воскреснут арабы времен посланника Аллаха, Аллах спросит у них, разве я не дал вам верблюдов? А в Коране Аллах говорит о верблюде. Неужели они не смотрят на верблюда? Как он сотворен? Но на самом деле это же просто чудо Аллаха. Как он воду удерживает внутри своего тела? Как он огромные расстояния в пустыне пройти может? Без водопоя арабы в пустыне обматываются шарфом, чтобы защитить глаза от пыли, песка, а у верблюдов на глазах защита. Аллах так создал их. И вот Аллах скажет арабам, разве я не дал вам верблюда? Конечно же они скажут. Да, наш Господь. Ведь в самом верблюде было знамение. Верблюда создал Аллах, но знамение Аллаха также и в тех вещах, которые человек сам сделал. Смартфон, например, или машина, которую человек сделал. Эти знания, на основе которых человек все это собрал. Кто человеку дал возможность до такого додуматься? Как добыть нефть, как сделать двигатель внутреннего сгорания? Мышление, с помощью которого человек до всего этого додумался? Дал ему Аллах. В этом тоже знамение. То есть, опять же, смотрите, нужно именно познавать Аллаха, а не просто знать, что Он существует. То, что Аллах существует, все видит, все слышит, это знание. А вот познание, это когда ты размышляешь об окружающем мире и во всем видишь след Аллаха. Посланник Аллаха, салаллаху аль-ляхи ассалям, сказал, что в судный день Аллах всемогущий и навелик скажет человеку, о сын Адама, я болел, а ты не навестил меня. Человек удивится, мол, как? Аллах, как ты можешь болеть? Ведь ты Господь миров. Аллах скажет, такой-то, такой-то был болен. А ты не навестил его. Если бы ты навестил его, ты бы нашел меня рядом с ним. Здесь две морали. Первая в том, что когда болеешь, нужно терпеть, успокаивая себя тем, что Аллах с тобой. Аллах говорит в Коране поистине Аллах с терпеливыми. И второй смысл этого хадиса пречист Аллах. Когда видишь, как кто-то болеет, нужно благодарить Аллаха за то, что он тебя от такого избавил. Если видите инвалида или человека с какими-то повреждениями на лице и тому подобное, посланник Аллаха говорил, что нужно читать такую мольбу. Аль-Хамду-Люлях, вся хвала принадлежит Аллаху, который уберег меня от несчастья, которое постигло его, и который даровал мне огромную милость, которую не дал этому своему творению. То есть, когда видишь больного, ты должен благодарить Аллаха за свое здоровье. А мы как должное воспринимаем? Пока не заболеем, к Аллаху не обращаемся. Нет Бога, кроме Аллаха. То есть, верующий должен сразу же поминать Всевышнего Аллаха, когда видит больного человека. Если видишь мертвого, напомни себе, что ты живой, и восхвали Аллаха за это. Или если видишь кого-то в больнице, возблагодари Аллаха за то, что он уберег тебя от этого. Через это очень хорошо познается Аллах. Вот, например, когда пророк садился на верховое животное, он читал аят Корана, и мы читаем, когда на транспорт садимся. А вы знаете, что означает этот аят, эта молитва? Причист Аллах свободен ото всех недостатков, изъянов, который подчинил нам это. Ведь мы сами на такое были неспособны. И поистине к нашему Господу мы вернемся. Можно это воспринимать и так, что в любой момент Аллах может забрать нашу душу, будь то на этом транспорте или же за его пределами. Это вот как в прежние дни. Наездник мог упасть с лошади и умереть. Также сегодня человек может разбиться на транспорте. Всевышний Аллах поместил в этом знамение, что мы в этом нуждаемся, но это же может нас и убить. И через все вот эти молитвы, которые мучил пророк или которые Аллах в Коране говорит, через это мы тоже познаем Аллаха. Существование Аллаха, его могущество. Мы познаем Аллаха через все, что встречаем вокруг себя. Не существует ничего. Через что нельзя было бы понять, что Аллах существует и познать его. Разные его качества. Так мы и должны жить. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Через нас самих мы познаем его. И что поразительно, когда человек, обладая всем этим, не познает Аллаха. Человек сам по себе чудо, а Аллах не познает. Пирог нужно готовить должное количество времени. И температура в духовке тоже должна быть соответствующая. Иначе он получится уже не таким. Вот смотрите, чтобы приготовить добротный южный плов, ну как южный, индийский скажем. А то если взять как в Бангладеше готовят плов, то это ж просто каша. берут рис, берут мясо, все это перемешивают и готово. А я говорю не о каше, а о настоящем плове, который в Индии готовят. Несколько часов его надо готовить. Если попытаетесь сделать его быстрее, вкус его не будет таким, каким должен быть. В Коране свой механизм. Если вы этот механизм правильно будете использовать, так, как Аллах велел, вы увидите результаты. Чтобы укреплялась вера, Коран нужно читать с определенной скоростью, размеренно. Об этом Аллах говорит. Вот, к примеру, все слышали арабских чтецов Корана. Посланник Аллаха сказал нам, когда читаете Коран, читайте с той мелодией, с которой его читают арабы. И когда вы на каком-то сайте в интернете или на диске включаете запись чтение Корана, скажите, вот когда вы поставили диск и чтец Корана читает. вы лучше купите вот такой диск или вы купите запись бенгальца где-нибудь в силхетской деревне. Запись Корана с коллективного намаза Таравих. Вдруг тянуть начинает. Словно лошади, которых он гнал. Вдруг взлетели. Его чтение тебе как бы рисует картину. Какой диск вы купите. Вот почему вам больше нравится чтец, который читает размеренно, красиво. Почему именно его вы слушаете в своей машине? Я вот не понимаю, да, каждый раз Рамадан наступает, и ленивые начинают искать мечети, в которых самый короткий Таравих находят такую мечеть, где Коран читают всего минут где-то 45. Всего 45! Но они никогда не слушают этого чтеца у себя в машине. Так или нет, вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то поставил диск с записью, как местный имам читает Коран быстро-быстро, и ты такой слушаешь в машине. На скорости 120 такое в самый раз слушать, как на мотоцикле. Если вы слушаете, как медленно Коран читают, это успокаивает вас, да или нет? Так ведь? Это успокаивает вас. Знаете почему? Это тортиль, размеренное чтение, о котором Аллах в Коране говорит. Аллах сказал сподвижникам пророка, когда ночью встаете Коран читать в намазе, читайте размеренно, мелодично, когда читаете так, абсолютно наедине, без людей, в темноте, в темноте. Но если хотите при свете ночью, когда читаете намастахаджуд, из-за того, что боитесь темноты и джинов, то, конечно, читайте при свете, а то я не хочу, чтобы вы наутро умерли с страху. Но если ощутить истинное спокойствие, то читайте как посланник Аллаха в темноте. Вот вы стоите в темноте, читаете Коран, даже если вы знаете только 10 последних сур Корана, коротких, стоите перед Аллахом и читаете размеренно. И знаете, что надо сделать? Отрезать себя от двух вещей. Это можно сделать прямо сейчас, в любой момент, когда хотите. Как только вы себя от этих двух вещей отрежете и останетесь только наедине со Всевышним Аллахом, вы почувствуете, даже без чтения Корана, одна только мысль об этом заставит вас дышать по-другому. Я гарантирую, я это советовал сотням, тысячам людей по всей стране. Если вы это сделаете, почувствуйте, что это что-то иное. От чего отрезать себя? Отрежьте себя от прошлого и от будущего. От прошлого и будущего. Отключитесь от этого. У вас нет прошлого и у вас нет будущего. И в этом состоянии поминайте Аллаха. И когда стоите перед Всевышним Аллахом, когда вы стоите перед Ним, медленно, читайте с любой мелодии, какой захотите, только вы и Всевышний Аллах и все. Прибегаю к Аллаху от дьявол. А лам тара кайфа фа'ала раббука би асхаб фил а лам яджа'ал кайд хум фи тазли л в арсал а лейхим тайран аб б л тар м б х н м с м о л о о м я х х х о о х В ночи, при выключенном свете, в одиночестве, только вы и Аллах. Будущего нет. И прошлого тоже. Даже если вы не знаете перевода слов, потом выучите, конечно. Советую вам выучить перевод. Но даже если не знаете перевода, попробуйте ночью. Гарантирую вам, вам не захочется выходить из земного поклона. Даже если вы не знаете много сур, гарантирую, вы каждую ночь захотите читать суры, которые знаете. Сподвижники пророка соревновались между собой. Кто? Выучит новые аяты, чтобы прочитать перед Аллахом. Вот она, любовь. А то мой Аллах слушает одни и те же суры снова и снова. Я хочу ему прочитать новую суру. Причист, великий Аллах. Делайте вот так. Делайте. Делая так ночью, вы укрепляете свою связь с Аллахом. Это второе. Первое было получение знаний. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. И к абсолютно каждому человеку Аллах прикрепил дьявола. Да, к каждому человеку дьявол прикреплен. Но есть и хорошая новость. К каждому человеку также прикреплен ангел. Дьявол время от времени подкидывает грешные мыслишки из невидимого мира, нашептывает вам плохое, побуждает делать зло. А ангел ваш что делает? Побуждает вас к хорошему, к добру. Побуждает делать благие дела. Вот так. Насчет три закройте глаза. Раз, два, три. Субтитры создавал DimaTorzok Повторяйте за мной. Повторяйте за мной. Потом я вам объясню. Повторяйте за мной. Даже когда я замолчу, глаза не открывайте. Продолжайте концентрироваться. Аллах, Аллах, Илла-Ллах, 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 Илла-Ллах. Продолжайте стоять. Продолжайте. Сейчас, не шевеляйся, откройте глаза. Прочувствуйте свое дыхание. Прочувствуйте дыхание. Прочувствуйте дыхание. Кто заметил, что вы начали дышать по-другому? Согласны? Намного медленнее, спокойнее, тело успокоилось. Поднимите руки у кого-то. Поднимите. Почти все. Вот это викр. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Продолжение следует.